продолжаем нашу экспериментальную эпопею провешенку в мусорных мешках вот тут после сбора уже второй волны на некоторых третьей волны вообще чудненько получается как-то действительно вот темных пакетах вот регулярно волна за волной волна за волной они в те же дырки идет образование примордиев то же самое здесь это уже собраны здесь были уже собраны грибы снова те же самые дырки идут снова примордией в общем очень красиво вообще результат посадки мусорных мешках удивил на самом деле здесь такой же пример интересный королевской вешенки мусорных мешках там без всяких заморочек тут уже урожай был собран вот то что от него осталось к сожалению полностью урожай не успели снять ввиду занятости разными делами ну а тут вот королевская вешенка вот так она надо немножко тут помогать тут такая мученная получается видите как красивенько себе грибочки идут где дырка есть и туда себе и находят место немножко надо им помогать конечно если сильно вот рвать дырки то мы достигаем одного результата что гриб в результате грибы все-таки будут пересыхать то есть не грибы а грибной блок будет терять много влажности ну и потом придется его или замачивать или замачивать или замачивать вот тут королевские вешенки вот видите здесь не раскрыли тут может быть и абортаж надо было бы еще пару грибочков здесь выпустить вот смотрите какие королевская вешенка это ничего что у нее такие ножки королевской вешенки она по структуре не так как у вешенки что эти ножки будут жесткие королевская вешенка по структуре что шапка что ножка одинаковой консистент консистенции одинаково вкусная одинаково классная точно как вот у лисичек здесь сейчас секундочку я возьму ножик вот вот тут грибочки такие уже не то что они на на приморде а тут уже на грибочке их нужно обязательно выпустить потому что здесь фактически только один вылез а все остальное еще под пленкой сейчас мы их выпустим на свободу понравилось мне вот это мероприятие выращивание королевской вешенки по нестерильной обыкновенной технологии вот как обыкновенная вешенка а что бы они должны не расти вешенка или вешенка какие там стерильные технологии в наше стремительное время так ну вот будет достаточно вот смотрите обратим внимание что королевские вешенки у нее такая шероховатая шапочки именно вот у вот этого штамма белого степного такая шапочки имеет такой шероховатый вид ну по внешнему вот напоминает грибок здесь вообще такая красота красивенькие а вот здесь видите но регулярно больше дырок не делали и вот регулярно после сбора предыдущей волны опять в те же самые дырки здесь видно даже по самому мешку то есть под под пленкой приморди не образуется он хорошо так вот зарос под эту все и просто в те же самые дырки снова и снова идет урожай это уже будет третья волна вот на этих блоках довольно таки хорошо есть красивые такие грибочки вот сейчас на неделю еду в командировку то есть в отпуск так что мы здесь оставим через неделю приедем будут полно грибов вот смотрите здесь это я делал вот такой блок плохо у меня получается вот именно блоки сам делать не царское это дело так что такой насыпом он получился видите рыхлый такой вот еле-еле как-то там этот вот здесь вообще просто на насыпал называется этой соломы он такой вот ну тут чуть вообще такой просто насыпанная солома короче не утрамбованный но ничего зато хорошо засыпали мицелием и как мы видим хорошие приморди для королевской вешенки вот достаточно вообще чудесно понравилось мне это мероприятие с королевской вешенкой будем мы ее продолжать то есть я теперь именно мицелия королевской вешенки делаю стандартно много потому что многие уже грибоводы прочувствовали эту радость именно выращивание такой вот экзотики ничего сложного и замысловатого если хороший мицелий то и нет проблем с выращиванием там королевской вешенки то есть довольно таки прикольненько такие вот вот такой вот урожай собрать на большой за урожай собрали просто не успел я снять на камеру так и теперь перейдем самому главному что я хотел рассказать вот об этом предмете и Продолжение следует...